Значит, тема Израиль. Значит, два тезиса, которые я хотел бы первоначально высказать, это то, что соглашение с Хамасом, с Палестиной невозможно. Левые кибуцники, которые добивались этого, их первыми просто уничтожили Хамасов просто физически. И понятно все, почему Иран не заинтересован, чтобы происходил поиск решения. И второй тезис, очень распространенный, связанный с тем, что палестинцы – заложники Хамас, заложники радикалов. Это тоже не так. Это не заложники, это расходный материал, который используется довольно эффективно. Все, кто становится более-менее зрелыми, молодые люди, они тут же начинают активную деятельность против Израиля. То есть, это тоже не заложники. Что делать? Значит, у меня есть некий набор предложений. Я готов их высказать позже, после того, как вы сделаете свои предложения. Как действовать израилем? Хорошо. Давай. Что вы думаете? Мы записываем, начинаем? У нас идет запись, да. То есть, вопрос, что я думал, что делать израилем? Да, давайте зададим, то есть, ответим на этот вопрос, потому что от нас, в общем, от экспертов ждут предложения по тому, как решить эту проблему. Эта проблема, я сейчас вот в середине записывания ролика, об истории сектора газа. Она не очень длинная, она абсолютно понятная, и она абсолютно неизвестна. То есть, все, что мы знаем о секторе газа, это не правда. И мы должны отдать себе отчет в том, мы, это свободно мыслящие люди свободного мира, что в течение четырех поколений находилась особая порода людей, предназначенная для уничтожения людей. Это было их единственное призначение общества. Все разговоры о том, что это несчастный народ, который засунули там в клетку и их там уничтожает, полностью развенчивают тот факт, что когда эти люди бежали, да, сами бежали, приняли это решение, и несмотря на то, что Голды имеют в первую неделю, они бежали в 48-м году, в 49-м, в сектор газа. Ну, это история, о которой нужно рассказывать отдельно. Так вот, их там было около 220-250 тысяч. Сейчас это 2.2-2.4 миллиона. Десятикратная, ровно, десятикратная уничтожение. Покажите мне oppressed, то есть эксплуатированный, подавленный народ, который меньше, чем за 80 лет увеличился населением в 10 раз, в 10. Вот украинцы сейчас сидят под валюшкой, но там реально рост населения существует какой-либо. Есть индийские резервации, там, не будем сейчас уходить в эту тему, там рост населения тоже осуществленный. И только есть одна, одна странная, странная тюрьма мира, в которой рост населения произошел в 10 раз. В 10. И за все эти вот 48-го года, основное предназначение этих людей, причем я не виновен людей, люди есть люди, они ведут себя так, как заставляют их нести себя обстоятельствами. Я понимаю, что в каждом обществе может быть садист, маньяк, насильник, который там отрезает головы, грубые женщины. Это есть в Америке, это было в Украине, в Щекоте, это есть везде. Это социопаты, сошиопаты. У них нарушение нервной системы. Это врожденный дефект. Это изучается. Не может быть врожденного дефекта у всего общества. То есть у них отрезание груди, головы, убийство детей, изнасилование женщин, зверские изнасилования, не считаются аморальными. Вот такое странное выявили общество. И это никак не связано с их якобы негативным или деградивным, деградирующим существованием. То есть логику, которую левые хотят нам продать, ну, если бы меня заперли на 80 лет 4 поколения в клетку, я тоже бы отрезал груди и насил. Во-первых, я бы этого точно не делал, я бы этого не делал, потому что у нас есть мораль, у кого-то есть Бог, у кого-то есть остатки этой Божьей морали, но мы понимаем, что это делать нельзя. Даже если можно, то есть если это возможно, мне этого ничего не будет, я все равно не буду отрезать головы младенца, как бы я ни не делал. Но ведь это было и до, это что у них первое вырезание евреев, это было в 50-х, в 40-х, в 30-х, когда их никто не загонял в резервации. Про резервацию сейчас говорю по коленду. Поэтому мы имеем дело с удивительной породой людей, и мы не можем распространять наши, наши европейские, христианские, идеи, христианские ценности, не убей, не укради, не обмани, мы все любим своих детей больше себя самих, на этих людей, там все по-другому. Там матери гордятся детьми, убийцами, там другой мир. И поэтому я, честно говоря, на ваш вопрос не знаю, что с этим можно делать, если у вас есть идеи, я их готов выслушать, у меня идеи нет. Да, но то, что вы сказали, Сергей, это сегодня самая распространенная точка зрения, она коротко формулируется словом «месть». Надо отомстить, отомстить за убийство, и, в общем, радикалы произносят слова, которые называются там «уничтожение». Нет, я категорически не согласен, все-таки категорически не согласен, я не произносил слова «месть». Я не призываю к отомщению, это не моя позиция, я этого не говорю. Но это продолжение логики, а раз Сельбаски так считает, их надо всех убивать, я абсолютно так не считаю. Если израильтяне отомстят, это будет большая как моральная, так и геополитическая ошибка. И то, что делает сейчас Израиль, это не месть, и это левые хотят нам объяснить, что они ведут себя, показывают разрушенный сектор Агаза, который прихватился в Бахмуд, и показывают нам вот эти вот многоэтажные строения разрушенные, и объясняют, что израильтяне мстят. Нет. Израильтяне, выступал генерал Майи в израильской армии, который отвечает за вот эту операцию, он сказал, мы уничтожаем военные объекты противника. Это не месть, это уничтожение военных, инфраструктура противника. Если противник засунул свою ракету в церковь, в Маск, то эта Маск будет разрушена. Если они засунуты в подвал школы, эта школа будет разрушена. И это не потому, что израильтяне мстят, я категорически настаиваю, что на сегодняшний момент речь по отмщению, просто недискриминированному снижению невинных палестинцев в знак отмщения, так вопрос не стоит. Понятно. Я не говорил о вашей позиции, я говорил о позиции, распространенной сегодня среди тех, кто поддерживает Израиль, среди израильтян, а боль от потерь, от этих преступлений слишком сильна. Речь идет не много, не мало тысячи человек, а еще двухстах, двухстах пятидесяти заложников, которых еще надо освобождать. Значит, тогда позвольте мне высказать некоторые предположения, предложения. Значит, речь идет, если пользоваться аналогиями, о поле, засеянном ядовитыми растениями, сорняками. Известно, что попытка выполыть такие растения, она всегда малоэффективна. Когда поле начинает отдыхать, вот микроскопические клеточки этих ядовитых растений, сорняков, прорастают и поле опять превращается в поле сорняков. Единственный способ изменить ситуацию, ну вот в этой сельскохозяйственной аналогии, это засеет поле, засеет поле культурными растениями. Вот в данном случае, мне кажется, это единственная возможная программа, гуманистическая, не программа уничтожения, попытаться начать перемещать в эту территорию, при том, что там сегодня самая высокая плотность населения в мире, вы правы, совершенно. Тем не менее, перемещать туда здоровые силы, которые, пользуясь поддержкой цивилизованного мира, человечества, Соединенных Штатов, самого Израиля, европейских государств, начнут развивать бизнес, начнут развивать инфраструктуру, начнут строить дороги. Это должен быть совершенно другой народ, вероятно, те же арабы, но арабы ориентированные на созидание, на создание инфраструктуры. Может быть, не стоит требовать от них величественной задачи воссоздания государства. Создание инфраструктуры. У них в руках должны быть ресурсы, у них должны быть средства самозащиты, потому что это, безусловно, вызовет протесты со стороны палестинцев, даже если это новое народонаселение начнет создавать бизнесы и будет давать места рабочие палестинцы. Вот мне кажется, пользуясь вот этой аналогией, мы можем найти, она очень общая аналогия, мы можем найти решение, и решение существует, насколько я понимаю, только в этой области. Никаких других решений силового преодоления варварства, с моей точки зрения, просто нет. Покритикуйте меня, пожалуйста. С удовольствием. С удовольствием. Мы начнем с неправильного утверждения, что это самая большая плотность населения в мире. Это распространяемая информация не является правдой. 365 квадратных километров, 2.2 миллиона населения. Смею вас заверить, что в Манхеттоне плотность населения гораздо выше. Вы скажете мне, что в Манхеттоне государство, соглашайтесь. В Сингапуре плотность населения гораздо выше. То есть это очень высокоплотное население, это не Сибирь, но это не самое плотное население. Это одна из легенд, мифовых легенд, придуманных в их оправдании. Но что-то с Сингапуром там не пахнет. С Сингапуром там не пахнет. И это прямой ответ на наш опыт. Для того, что там что-либо получилось, то есть есть прямой пример. Есть Сингапур, который примерно за эти же годы, просто вот за эти же годы, с 1948 года, есть две параллельные страны, две жопы мира. Одна называется Палестинская, вот это вот сектор газа, вторая называется Сингапур. В Сингапуре было хуже. Вот когда все начиналось в Сингапуре, природные, климатические, графические условия в Сингапуре были хуже. Сингапур сейчас, периодовая экономика, с огромной плотностью населения, гораздо превышающей плотность населения в секторе газа, с самым большим баллонациональным доходом на душу населения, с ненуевой преступностью, одной из самых длинных продолжительностей жизни и так далее, и так далее. И тогда возникает вопрос, вот если мы сравниваем две картинки, а и б. Знаете, такая есть задачка, найдите 10 точек различия. Что произошло с Сингапуром и что произошло с сектором газа? То 20 лет, с 1948 по 67, сектор газа был обезьянником. В прямом смысле этого слова, потому что эта земля была оккупирована Египтом, не Израилем, подчеркиваю, Египтом. 20 лет была египетская оккупация. Египтяне не разрешали этим людям покидать эту землю и возвращаться в свои дома в Израиль. Израиль это разрешал. И были часть людей, которые вернулись, и сейчас являются совершенно нормально израильскими гражданами палестинского происхождения. Коих тоже 2 миллиона. То есть ни один, ни два, ни десять. Но это были считанные, остальные держались как звери в вольере. И Египет не разрешал им, этим людям, покидать сектор газа. Мы говорим, с 1948 по 67. В сторону Египта, и у них до 1952 и 1953 года не было права на работу в Египте вообще. И в это время вы получаете вот то, что вы получаете. После этого был какой-то благопроцветающий период с 1967 года до 1973, когда сетка газа начала работать в Израиле. 45% рабочего населения получило пермиты и работали в Израиле. И это был самый экономически благопроцветающий период жизни палестинцев, арабов в секторе газа. Мы там уже были. Все, что вы предлагаете, это уже пробовали. И идея была следующая. Они живут в секторе газа, они работают у нас, они приносят деньги к себе в свою инфраструктуру. Они строят дороги, они строят дома, они превращаются в нормальных людей. Мы там уже были с 1967 года до 1973. Это когда сектор газа был оккупирован вместе с Сенарским полуостровом. Израильтянам. Это был самый лучший период для этих людей. То есть все, что вы предлагаете, уже пробовали. Следующее, что происходит, это араба. В 1973 году, ровно 50 лет назад, день в день, начинается снова резня. После чего Израиль полностью блокирует сектор газа, потому что с 1973 года сектор газа поставляет мальчиков, которые взрывают автобус. У них есть примитие на работу, разрешение на работу, они едут на работу. А по дороге на работу, они взрывают автобус, в котором погибают 10, 20, 30 человек и так далее. Израиль был вынужден перестать давать им разрешение на работу, потому что вы никогда не знаете, кто это. Потом пришел кемп-девитская сделка. Все советские люди нашего возраста помнят кемп-девитскую сделку. Никто не знает, что это кемп, не знает, что это девит. Никто не знает, о чем было речь, но все помнят эту страшную сионистскую кемп-девитскую сделку. Сделка заключалась в том, что здесь, этот Сенатский полуостров, был отдан обратно египтянам. И израильтяне настраивали на том, чтобы египтяне забрали сектор газа в нагрузку. Помните, в Советском Союзе покупаешь много, надо купить какие-то консервы. И египтяне отказались от этой нагрузки и заблокировали, полностью заблокировали переход египетских арабов, живущих в секторе газа. Они все по происхождению, и 90% египетских арабов. Себе обратно египтянам. И израильтяне заблокировали их переход в Израиль, потому что они в Израиле взрывают дома и взрывают школы. С 2005 года эти славные люди получили автономию. Израиль вывел военные поселения, Израиль вывел все войска. И они стали там жить сами. Никакой оккупации, вообще, и намеканной оккупации с 2005 года не существует. Прошло 20 лет, не мое поколение. За это время выросла многотысячная бюрократия. Сейчас прошла информация, что вывезли, по-моему, 15 тысяч сотрудников ООН из сектора газа. Возникла профессия, просто профессия, общественных работников по осваиванию миллиардов долларов, которые весь мир сваливает в сектор газа. И возник новый народ, который называется палестинские беженцы. Такой народ возник. И то, что вы предлагаете, это уже пробовали. И мы им делаем с тем, что мы имеем дело. Выросло уже как минимум 2-3 поколения людей, чья работа. Ну, что такое работа? Работа, это я делаю то, что мне заплатят. И сейчас у нас это холли, мне за это не платят. А работа, это когда вы делаете что-то, за что вы получаете источники существования. Так вот, работа палестинских беженцев, передаваемая по наследству. Мы понимаем, что раньше были драффины, дворяне, и это передавалось по наследству. Сейчас, за исключением редких монархий, там и здесь, никакого наследственного привилегия не существует. Неважно, кем был папа, права у всех одинаковые, вовсе не имеют. Но есть одно исключение. Палестинские беженцы получают по наследству статус политических беженцев. Уже четвертое поколение. У меня, правда, есть один вопрос. Если папа араб из Египта, мама палестинка, ребенок беженец или нет, как работает передача по этой ситуации, мы туда ходить не будем. И в результате многомиллиардных потраченных денег возникло поколение, чья работа, уже два поколения, ненавидеть из евреев. Сергей, я очень вам благодарен за то, что вы сказали, что это уже было и сравнили с Сингапуром. Вы мне подсказали хорошую идею. Этим новым народом, который может начать строить палестинское государство, могут быть китайцы, как в Сингапуре. На самом деле я не согласен с тем, что это уже было. Этого еще не было. Использовались разные схемы, но попытка не рыбу продавать на палестинской территории, а удочки, метафорически выражаясь, этой попытки еще не делали. То есть речь идет о том, чтобы начать строительство новыми силами, новым народом, нового государства на территории Палестины. И я вас прошу аналогии. Я думаю, что все в курсе истории Палестины и даже в курсе трактовок, так сказать, этой истории различных. Мне бы хотелось получить ответ на вопрос, что делать. Мы с вами согласны с тем, что уничтожать этот народ, ориентированный на донорские, так сказать, потоки ресурсов, нельзя. Потому что мы принадлежим, как вы правильно сказали, к индо- или к христиане. Но что делать? Окей. Тот факт, давайте мы признаем, что есть некий белый слон. И пока мы не признаем белый слона, мы продолжать этот разговор не можем по поводу Палестины, конфликта, интерпретации. И не обсуждаемой правдой является полное непризнание этими славными людьми право Израиля на существование. Пока это не поменялось, то есть все эти люди, возглавляемые террористической организацией Хамаса, не признают право израильтян жить на этих территориях. Это означает, что израильтяне должны испариться, исчезнуть, погибнуть и оставить им эту территорию. Непонятно, с той инфраструктурой, которая из Евреи построена 100 лет или нет, но с их точки зрения, пока это не произойдет, пока любой последний израильтянин не покинет всю, подчеркиваю, всю территорию Палестины, они мира там не ждут, не хотят им за это платье. Сергей, минуточку. Вы не совсем правы. До того, как было заключено Кэм-Дэвидское соглашение, эту позицию, позицию несуществования Израиля, исповедовали многие государства, в том числе Египет. Кэм-Дэвидское соглашение от соглашения Бегина с Садатом, это соглашение о признании государства Израиля. В сегодняшних условиях, в отличие от того времени, количество государств, которые не хотят признавать Израиль и говорят о его уничтожении, существенно сократило. Это Иран сегодня, может быть какие-то еще государства, но их не подавляющее большинство. И ситуация меняется, нельзя не замечать этого факта. И, возможно, будет решение состоит в том, чтобы мы предположили, что это может поменяться. Поменяться отношения Ирана на самом деле. Потому что последняя акция, вы, я думаю, это понимаете, это акция силами палестинцев, но акция Ирана против Израиля. Два с половиной миллиона людей, живущих в секторе ГАЗ и возглавляемое, созданное ими правительство, не признали, в отличие от Египта, в отличие от Саудовской Аравии, в отличие от Пиело западного побережья Великой Ордан, в отличие от всех остальных, о которых речь не шла, эти конкретно славные люди, о которых мы уже в 10-15 минут беседуем, не признали право Израиля на существование. И это медицинский право. Оттого, что это право признали египтяне, мароккяне, кистиницы и прочие славные ребята, ситуация не меняется. Единственный ответ на ваш вопрос, не из области мифов и мечтаний, а из области реальных политических действий, это создать программу по ассимиляции этих арабов среди других арабских стран. Это единственный в истории существующий способ разрешить этот конфликт. На наших глазах, вот просто мир плынуть не успел, 120 тысяч армян покинули на гормой карават. За всю историю цивилизации это происходит постоянно. Евреи, израильтяне абсорбировали около миллиона арабских евреев, которые бежали в чем стояли, оставив свои дома из собственности. И не существует проблемы еврейских беженцев, они давно ассимилировались. То же самое происходило во время Голокоста, первого Голокоста, которого никто не помнит, армяне и турки, армяне и греки в Турции. Около миллиона, миллиона греков ушли из Турции, покинув все. И около миллиона, чуть меньше турков, покинули Грецию и вернулись на их место. Вот так цивилизация решала всегда эти проблемы. Подскажу очень интересный жизненный случай. У меня есть очень близкий друг, этнический грек, по имени Христос. Я когда-то приезжал на Пасху гоняться в грузской гонке, и всем гоняться, со мной Христос. Они называют это Христос. Ну нет, Христос. Вот так он называют. И называют, как мы называем. Ну то есть близкий друг. Почти брат. И он из семьи турецких беженцев. Его папа родился в лагере для перемещенных лиц в 40-х. Его дедушка бежал, бежал в чем стоял. В 20-м году он знает число, он знает дату. Это не легенды, это реальные жизни. Бежал из Греции, или из Турции, где эта семья владела своей собственностью, уходя в 11-й век. По документам в Византии. И они бежали, бросив все. Они сделали своим домом Грецию, какой-то греческий остров. И вот, что удивительно, его дедушка уже в 60-е вернулся в свой дом и построил дружеские взаимоотношения с человеком, который жил в его наследном доме, уходящей столетиями этой семьи. Они подружились с той семьей, которая живет в их доме. Они ездят друг к другу в гости. И семья моего друга Христоса, благодарна тем людям, что они содержат в дом чистоте, они не нарушили, и так далее, они построили взаимоотношения. Вот так человеческий мир разруливал исторические катастрофы. Поэтому, если израильтяне приняли около миллиона, за протяжение страны Израиля, беженцев из только лишь арабских стран, естественно, из Европы, из России, из Советского Союза, приехало больше. Единственное решение этой проблемы – это создать экономическо-политические условия, по которым любой другой арабский мир абсорбирует этих людей. То есть, ваше предложение – расселение палестинцев в арабском мире? Да. Соответственно, Египет, один из самых больших получателей американской военной и гуманитарной помощи, мы платим Египет. Всегда платили, и сейчас платим, и в прошлом году, и в этом году. Условием получения этих денег должна быть ассимиляция этих людей. Мы платим Сирии, мы платим другим арабским странам, т.е. использовать американское и западноевропейское влияние, и не выращивать их, они несчастные люди, там безработица 67%, как можно жить. Забудьте про то, что их кормят, они не погибают от голода, несмотря на то, что вам рассказывали. Уровень жизни их не намного хуже, если вообще хуже, чем уровень жизни людей в Украине. То есть, люди, живущие в каком-нибудь Житомире, живут примерно так, если не хуже, как несчастные арабские переселенцы, беженцы всех тарагазов. Это не в этом дело, у них нечего делать. Человек просыпается, и кроме веры в Бога и ненависти к евреям, у него нет другого времяпровождения. Нельзя жить на земле одной ненавистью к евреям, и это уже четвертое поколение. Поэтому единственный способ всерьез разрешить этот конкурент – прекратить платить людям деньги. Вы хотите увидеть, что будет с людьми, которым дают минимальную заработную плату пожизненно? Посмотрите на всех тарагах. И, используя западное влияние на арабские страны, разработать программы по их расселению и ассимиляции. На сегодняшнем этапе состояние этого катастрофы – это единственное, что можно сделать. Для этого нужно открыть границу между Египтом и сектором Ганна, которая закрыта на замок. Египтяне не пускают ни одного человека. Блокада не израильская. Израиль блокируют, потому что, если вы их не будете блокировать, оружие будут делать, что они делают. То есть блокада Израиля, сектора Газа связана с тем, что сектор Газа выпускает оружие, которое они получают в материале. Вот для этого израильтяне блокируют сектор Газа. А зачем Египет блокирует сектор Газа? Кто-то может мне объяснить? Египет закрыл полностью, полностью. Четыре дня назад КПП, соединяющий сектор Газа с Египтом, ни один из сектора Газа, раненый, убитый, погибший, не может пересечь границу и попасть к своему двоюродному брату, живущему в Египте. Они родственники, это один и тот же народ. Мне не валяется, как вы не видите, что мир, западный мир, спонсированием своих денег, суммы известные, это миллиарды, десятки миллиардов. И арабский мир создали гнойник, создали четыре поколения людей, которые, они не, это не Африка, это не, они не бедные люди, богатые люди, но уровень реального отварного дохода для души населения пять с половиной тысяч людей. Это вот по оценке у них. То есть это… Понятно. Правильно ли я вас понимаю, что это единственный способ решения проблемы и никаких других деток? Я не вижу этого. Понятно. Вырезать всех – это не способ. Ну, то есть просто то, что некоторые кричат «горячий голый в Израиле», всех надо уничтожить. Этого делать нельзя. Этого делать нельзя, потому что это преступление, это будет преступление, пойдет на еврейский народ. Нельзя за Голокост устроить другой Голокост. Так не работает. Продолжать то состояние, в котором они сейчас находятся. То есть если ничего не поменять, в следующие восемьдесят лет там будет двадцать миллионов человек. Давайте еще раз скажу цифры, чтобы было понятно. Они за восемьдесят лет увеличили население в десять раз. Сейчас там два точка два миллиона. Через восемьдесят лет это поколение людей, которые еще раз смогли. Будут люди, которые будут. Там будет двадцать миллионов. Там нет ни малейшей тенденции на остановку роста демографического взрыва. Наоборот, взрыв продолжается. Соответственно, с шестьдесят или семьдесят процентов населения до восемнадцати лет. Вы посмотрите на них демографическую пирамиду. Соответственно, в таком мире для того, чтобы жениться, для того, чтобы получить половую связь, они не могут пойти в инвентаризм и половые желания. Молодые самцы, восемнадцать лет, у которых кестостерон зашкаливает, мы в детстве это называли сперматоксикон. Они не могут, у них нет добрачных связей, потому что женщина, которая выходит замуж в детстве, возвращается обратно. Это же мусульмане, да? В основном дело только. Если палестинская женщина имела половые связи с любовником, с мужем и вышла замуж, то ее вернут обратно, как испорченный продукт. Купили камеру, она не работает, и обратно пришли к другу. Вот так это выглядит. Соответственно, никаких добрачных половых связей не существует. Для того, чтобы жениться, нужно иметь деньги. Денег там практически нет. И существует огромное количество молодых парней, которые хотят получить секс на том свете. Там у них будет сразу семьдесят две девственницы. И для того, чтобы туда попасть, вы видите ли… Я рассказываю все это не потому, что я пытаюсь издеваться над ним, а потому что общество, в котором половина населения до восемнадцатого лет, не имеющего ни будущего, ни сексуального будущего, ни семейного будущего, ни бизнеса, ничего, и в котором в учебниках, которых учат, задачки такого рода. В деревне было восемьдесят евреев, двадцать уничтожили, десять забрали в заложники, сколько в деревне осталось евреев. В котором показывают мультики, в котором правилерные арабы убивают евреев, и вы хотите в них построить развязки, дороги, медицинские центры, и эти люди подпрыгнут, перевернутся, станут на голову и скажут, мы теперь другие? Вы в это сами верите? Спасибо большое за вашу экспертизу, Сергей. Единственное, я хочу...